ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Как и анонсировалось ранее, с 1 мая этого года куплю-продажу автомобиля с пробегом можно будет оформить в электронном виде на портале госуслуг. Для составления договора потребуется наличие электронных подписей покупателя и продавца. Последний должен будет загрузить на сайт сканы ПТС и свидетельства о регистрации транспортного средства. Сам договор будет формироваться автоматически, что сэкономит время и исключит наличие в нем ошибок, уверяют власти. ТРАССА 101 Средний возраст легкового автомобиля в России по-прежнему весьма солидный, почти 14 лет. Для сравнения, в Евросоюзе он равен 11-12 годам, примерно столько же в США. Наиболее свежими у нас являются автомобили Киа, Шкода и Рено в среднем от 7 до 8 с небольшим лет. Самые старые в районе 20 лет – ГАЗ, АК и Ауди. ТРАССА 101 США, Китай и Россия. Как заявили в правительстве нашей страны, вот мировые лидеры в деле разработки беспилотного транспорта. Власти убеждены, что недалек тот час, когда машины без водителей смогут осуществлять не только грузовые, но и пассажирские перевозки. В нынешнем году испытания беспилотников должны начаться на российских дорогах общего пользования. Где именно это будет происходить, не уточняется. Но, видимо, для того, чтобы те же американцы и китайцы не украли наши секреты. ТРАССА 101 Легковушки отечественных брендов остаются самыми востребованными на вторичном рынке в нашей стране. На их долю, по данным компании «Авито», приходится около трети всех сделок. Однако многое зависит от региона. Например, жители Сибири и Дальнего Востока отдают в первую очередь предпочтение японским маркам. В столицах первые три места занимают немецкие, японские и корейские авто. А в Калининграде практически никто и внимания не обращается на поддержанные «Лады». ТРАССА 101 Джили создаст отдельный бренд, под которым будут выпускаться электромобили. Но не просто электромобили, а премиальные. То есть китайцы хотят конкурировать с Тесла. Ожидается, что электрокары будут реализовываться не через существующую дилерскую сеть китайской марки, а через свою собственную. Это будут еще и магазины одежды и аксессуаров. В общем, Джили хочет сделать широкий и уверенный шаг в эру электрического транспорта. Добавлю сейчас, самые дешевые автомобили марки Crosshatch GS стоят минимум 1 миллион 100 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА 101